Три года назад Лера Шульга стала сиротой и попала в Каменскую школу-интернат. Ей всего 11, учится в пятом классе и обожает математику. Как и любая девочка, верит в чудеса и мечтает о том самом платье, как в сказке. А заветные желания, как известно, сбываются. Мерки с юной модели уже сняли настоящее кутерье. За лентой рюш и швеи возьмутся буквально на днях. Моя платье будет длинное, розовое, красивое. Благотворительный модный показ «Цветные сны» – это шанс особенных детей почувствовать себя уникальными. Подиум, где моделями становятся сироты и воспитанники интернатов. Организаторы инклюзивного проекта «Республиканский волонтерский центр», благотворительный фонд имени преподобной Ефросини Полоцкой и волонтерский клуб «Слон». Проект стал республиканским только в этом году. До этого в нем участвовало три области. Из Магиревской области у нас было два представителя и оба вот в Бобруйске. Это специальная общеобразовательная школа «Бобруйская ваша» для слабослышащих и глухих детей и Каменская вспомогательная школа-интернат. В прошлом году дефиле отменил коронавирус. В этом показ планируют на 29 мая. В нем примут участие 250 мальчиков и девочек. ПБ «Спорт» подготовила 15 костюмов для воспитанников школы-интерната. «Белкопсоюз» дарственно передал футзулки и гетры для детей. Но в связи с пандемией данное мероприятие было перенесено на неопределенный срок. Но форма у нас сохранилась. Мы ждем, что все-таки мероприятие пройдет. При создании нарядов дизайнеры учитывают вкусовые предпочтения и физиологические особенности юных моделей. У многих из них инвалидность. А потому перед моделерами стоит задача сделать лук не только эксклюзивным и стильным, но и удобным в носке. Желание инициаторов показа увеличить состав модельеров. Команде могут присоединиться те, кто готов разработать индивидуальные эскизы и пошить наряды, а после подарить их детям. В этом году на столичный подиум ребята выйдут в коллекциях таких белорусских дизайнеров, как Анастасия Фалькович, Лилия Баринова, Мария Чичко и Юлия Кутепова. И в этом году мои ученики, раньше шила я, а теперь уже ученики доросли, будут тоже шить особенным детям платье. Дарить улыбку детям – благое дело, особенно тем, кто больше всего в этом нуждается. Да и правила бумеранга никто не отменял.